Приветствую вас! Итак, выступление Зеленского на саммите НАТО. Ох, я не всыпал! Ну, смотрите, он в принципе сказал все правильно. Да, я понимаю, что ваше мнение может быть разным. Он просто, что называется, поставил перед фактом. Или вы действительно реально помогаете, или прекращаете трандить. Потому что, честно говоря, вот эти бесконечные дискуссии, обсуждения, мы хотим, мы не хотим, это не серьезно. Ну, вообще, по большому счету, действительно, НАТО это очень неудобный инструмент. Много трандит, много говорит, он такой бирзебриктизированный. В идеальном варианте, конечно, проще всего общаться конкретно с отдельными странами. Ну, наверное, вы слышите, что Великобритания там поставляет вооружение, Швеция даже. Вроде бы, как бы, Польша там что-то с ним принял, но он как бы, там, фраза военная помощь, а какая, непонятно. Ну, в принципе, это и правильно, лишний раз. США что же там обещают. Опять же, сейчас, понимаете, в принципе, это, наверное, правильно. Они меньше говорят конкретно что. Говорят, вот, поставляем все. Ну, это действительно более реально. Да, действительно, в Украине на сегодняшний момент более целесообразно. Это не столько НАТО, сколько конкретные переговоры с конкретными странами. Ну, понимаете, в НАТО, как вам так объяснить, вот это вот принцип ВЭТО, когда одна из стран может наложить, в общем-то, в это нарушение НАТО. Это как польский сейв. Помните, ну, это не работает. Ну, то есть, получается, там, вылазит какая-то такая тридцатистепенность. Вот, мы, мы против. Ты че? Поэтому, да, на сегодняшний момент, я так понимаю, Зеленский абсолютно правильно сказал. Ребята, давайте так. У вас есть вооружение, которое вы не используете? Дайте нам вперед. Мы будем воевать. Ну, логично, вполне логично, абсолютно. И да, действительно, это позволит, как бы, преломить ход событий. Вообще, по большому счету, еще раз повторю, что сейчас, ну, вот если так посмотреть по официальным источникам, еще раз говорю, я не имею доступа к ним. Честно говоря, даже если имел бы, не рассказал. Но, исходя из того, что читаешь, смотришь, анализируешь, ну, позиции украинской стороны, получить вооружение, провести мобилизацию и максимально отбить русские солдат с территории Украины. Максимально. То есть, максимально их выбить, и тогда будет проще вести переговоры. Ну, вы не хуже меня понимаете, что одно дело, когда войска русские стоят возле Киева, переговоры одни, и другое дело, когда их выбросить подальше от Киева. Не говоря уже от остальных городов Украины, тогда переговоры будут другие. Да, такая вот ситуация, и, в принципе, это вполне логично, вполне, так сказать, прогнозируемо и так дальше. Да, вот такой вот момент. Ну, посмотрим, посмотрим, насколько действительно это выступление придет к тому, что вооружения в Украине будет больше, 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 больше и больше. И, исходя из этого, будет быстрее, быстрее, быстрее победа. Потому что, понимаете, я вам говорил, что есть, понимаете, растяжка. Да, можно поставить на растяжку и вести такую, знаете, позиционную борьбу, но это очень долго, очень долго. И, конечно, ну, как бы это тяжело и для Украины, и для России. Но для Украины еще тяжелее. По этой причине, понятное дело, что украинцы будут быстрее, быстрее, быстрее. Да, логично, логично. А для этого действительно нужное выражение. Посмотрим. Может быть, действительно это выступление, или, скажем, это позиция. Ну, и плюс ко всему еще, чтобы правильно понять. Была сегодня уже информация. Причем я озвучил колеба, что мы ведем переговоры из, там, Великобритании, США, Германии. Ой, не помню. По-моему, Турция. По-моему, все страны назову. Ну, вот. Чтобы создать некий такой гарант безопасности Украины. То есть, мини-НАТО. Ну, я думаю, что ведут, да. Ну, скорее, ну, переговоры сделать такое. И выступить, что вот в данной ситуации, окончание войны, может быть такая позиция, что хорошо, Украина в НАТО не вступает. Тебе, сами видите. Тут даже, понимаете, Зеленский, почему он хочет показать, что НАТО не работает. Ну, создается такой мини-НАТО, вот, составит таких стран. И это, в общем-то, как бы, ну, вот. Тут еще хитро, смотрите. А это, как бы, дает Путину крикнуть, я спас вас от НАТО. Что же хотите. Так что такая ситуация работает. Что будет, посмотрим. Пока что, да, на сегодняшний момент стреляют от души. Погибают тоже. Ну, вот, сегодня была информация. В принципе, да, действительно, даже пообщался с людьми, которые там. Ну, у меня есть. Что, действительно, русские своих убитых не забирают. Ты говоришь, есть проблема, ну, вот, похоронить. Да, вот это. Вы же сами понимаете. Почему не забирают, я понимаю. Путин очень боится, что когда трупы пойдут в Россию, люди начнут. А так, типа, ну, он где-то там, на учениях. Да, нет. Тут я происходное понимаю. То, что, действительно, очень многих убили, это факт. А его шпагать, ну, как же так? Мы же, нам же такая армия. Так что, такое есть. И вот такая ситуация. Ну, вот и все. Что я бы хотел сказать по поводу выступления президента Украины на саммите НАТО. Ай, ребята, ребята.